Всем привет! Лето в самом разгаре и также продолжается цветение лирея котлеи в Айкики Гол. О ней я рассказывал в прошлом видео. Она передала свою эстафету другой двулистной котлеи, видовой котлеи и котлеи Харисальяна. Вот она уже распустилась и о ней сегодня будет сегодняшнее видео. Это двулистная котлея, как в принципе большинство всех двулистных котлей. Родина ее Бразилия. Она произрастает там вместе со своей сестрой котлея Ладыгеси. Они очень похожи, разница только в некоторых деталях цветка и также немного варяли. И впереди цветение. У Харисальян период цветения летом, у Ладыгеси период цветения зимой. Но сегодня поговорим о Харисальяне. Котлея Харисалья, она невысокая двулистная котлея. У нее бульбы могут достигать максимум 30-35 сантиметров. Она может выдавать до 6-7, в некоторых литературных данных до 10 цветов. Цветы у нее среднего размера, где-то в районе 8-10 сантиметров. А окрас цветов, в отличие от котлей Ладыгеси, всегда однотонный. Это растение я купил в прошлом году. Я когда посещал теплицу Орхидейн Люке, есть видео на моем канале. Я купил ее там, цветущий. Это кросс двух типовых вулкана. Квин, винот, типа, котлея Харисалья типа. Я ее там купил, это была осень. Я ее купил от цветающей. Выбирал среди нескольких вариантов, чтобы цветок был тот, который мне больше понравился. Это вот та бульба, которая цвела. Она была довольно-таки, мне казалось, высокая и толстенькая. Толстенькая, но у меня этот рост, который вырос сейчас из сны, он еще стал толще. Очень мне нравилась ее активность роста. Она выдала и листья пошире, и бульбу потолще. Очень такая она отзывчивая котлея. И хороший еще у нее такой признак. Она не слишком быстро растет. У нее довольно-таки короткое межрезонное расстояние. Поэтому я ее, предположительно, хотел пересаживать, так как за этот сезон у нее выросли вот такие вот спагетти. Она сама себя как будто поднимает выше горшка, потому что там она полностью накрутилась все корнями по радиусу, по диаметру. И я ее, в принципе, уже готовлю просто перевалить, пересадить, так как она еще не очень устойчивая. И иногда просто, чтобы был более устойчивый горшок потяжелее, я ее решил пересадить вот в новую квартиру, керамический горшок. Я сделаю нескольких отверстий внизу для более лучшего дренажа, для более лучшего воздуха. И ее просто перевалю, обложу рядышком еще корой, чтобы она уже, наверное, на года 2-3 не тревожить ее и имела постоянно свою прописку в этом новом горшке. Эта котлея, она довольно-таки легка, потому что она зацветает сразу же по возреванию нового роста. То есть раскрывались листья, видно было чехол, и в чехле уже были видны бутоны, которые развились. И вот они сейчас процвели, сейчас цветут. Одна такая интересная особенность, я сейчас вставлю фотографию того цветения, когда я ее купил осенью в Орхидейлюке. У нее были лопасти губы почти что белые. И я думал, что это, в принципе, ее такой окрас, но она расцвела вот абсолютно такая насыщенного, такого розово-сиреневого цвета. И, возможно, я видел в интернете фотографии, что губа приобретет в конце цветения, как бы выгорит, наверное, и приобретет этот белый цвет. Но посмотрим, это будет как бы мое наблюдение. Я посмотрю, как она будет, как этот цвет будет себя вести по течению ее цветения. И хотел немножко рассказать еще, спасибо огромное за отзывы, которые вы писали по поводу моей борьбы с муравьями. Купил я вот такой вот порошок. Это абсолютно и не реклама, и не антиреклама, но довольно-таки хорошей цены стоит этот порошок. Написано, что нужно его рассыпать по местам, где пробегают муравьи, либо в трещинах, либо в саду. И они, по идее, должны уйти. Но я его рассыпал и видел потом, что они просто пешком бегают по этому порошку. И наплевали, мне кажется, не на это. А помог мне еще вот такой вот есть спрей. Я понимаю, что, конечно, может кто-то в Испании его купит, но это обыкновенный в сетевом супермаркете спрей. И тут довольно-таки большой перечень насекомых, и клещи, и пауки, и летающие, и прыгающие, ну, в том числе муравьи. И он действительно, он убивает, можно сказать, сразу, как только прыгскаешь, если попадает на насекомое, оно сразу умирает. И в его составе есть какое-то такое мысленистое соединение, оно все равно потом остается, допустим, на растении, либо где-то на поверхности. И муравьи какое-то время, они избегают этого места, поэтому я ее прыскал, и вот, в принципе, у меня они абсолютно не помешали этим муравьи. Распустились хорошие бутоны. Вот. А история все мне советовали, я, в принципе, прочитал проборную кислоту для того, чтобы избавиться от матки, и чтобы они, ну, как бы, отнесли в гнездо. Проблема в том, что в Испании я не смог купить борную кислоту, так как здесь, мне сказали, запрещены продажи всех химических реактивов, так как кислота, она является химическим реактивом, и только по рецепту, и только в аптеке. Но у меня такого рецепта нету, и, естественно, я купить ее не могу. Возможно, каким-нибудь оказией я ее попробую купить с Украины, либо из России. И хотел, пользуясь случаем, что снимал здесь на балконе, показать маленький такой анонс, мой очень такой приятный-приятный сюрприз. У меня будет свести фрагмипедиум в Алисии. Он совершенно меня удивляет своей скоростью роста и адаптацией, так как у меня есть видео, я его купил только в прошлом году с голой корневой системой на выставке в Португалии. И вот он за один, можно сказать, сезон выдал новую розетку, и вот сейчас будет свести. Мне очень нравятся такие орхидеи, которые так хорошо растут, в принципе, и быстро, и цветут. И еще хотел снять несколько видео с другим источником света. Это послеобеденное такое предзакатное солнце. Из-за тени, которая у меня на балконе, она котлея приобретает совсем другой цвет. Он очень темный, очень насыщенный, и очень красиво переливаются ее лепестки. Они такие как бы сатиновые, что ли, шелковые. Очень прикольные. В принципе, очень похожа текстура, как была у лепестков котлей интермедии. Точно такая же вот сатиновая текстура, они немного переливаются, шелковые. Интересно, на солнце как играют совсем по-другому цветы. Скажу пару слов, наверное, про ее температурный режим, про культуру. У меня находится она на улице. Эта котлея очень толерантна к температурам. Она может расти минимально, пишут ее, 10 градусов, максимально 40-42. У меня она зимой была в таком легком сухом периоде. Я ее почти не поливал, так как у нее не было никакого роста. После цветения осеннего она отдыхала до весны. И с началом ее роста, активации, я ее тоже поливал по мере необходимости. И все лето она очень хорошо получала полив, удобрения, вырастила бульбу, цветет. Поэтому мне будет интересно, в некоторых источниках пишут, что она может вызывать два периода, то есть два прироста за год. Может быть сейчас она немножко отдохнет и еще до осени вырастет новый рост и порадует также осень у меня цветами. Но это будет уже больше тоже как эксперимент. Потому что в принципе не хотелось бы, чтобы она сейчас с августа месяца до следующей весны просто спала. Лучше, конечно, если будет расти и выдаст еще один рост. Ну или хотя бы просто рост, если не будет свисти. Но посмотрим. Свет, как и всем дубличным котлеям, довольно-таки хороший уровень освещения, максимальный. Она абсолютно, мне кажется, не капризное растение. Это растение довольно-таки не очень популярно сейчас, так как она немного забыта коллекционерами. Считается слишком простой. Но мне очень нравится форма губы, очень интересная. Поэтому я ее увидел и купил. Аромат. Аромат у нее такой странный. Аромат гиацинта, только более горький. Горьковатый гиацинт. Но довольно-таки приятно. Я люблю горькие запахи. Поэтому мне очень понравилась и форма, и в принципе само растение довольно-таки легкое. Мне так кажется, посмотрим в следующем году. Всем спасибо. Всего самого наилучшего. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok